так ну все привязал здесь коня вот на такую цепуру чтобы никто на него не позарился оставил все теплые вещи и вот это все было на мне одета это все я оставляю здесь и пойду налегке без велосипеда ну потому что не дело это не дело надо все-таки какие-то наблюдения интересно делать что-то на видеокамеру снимать во время движения на велике это нереально этим заниматься да и просто приятнее ходить пешком честно говоря но я так ведь и хотел я хотел на электротранспорте доезжать до леса а тут уже идти пешочком что в принципе вот сейчас и буду делать пойду пешком пешкарус самый лучший транспорт тут лоси ходят смотрите лосиный помет вышел сейчас на такой обширный участок лесостепи или даже степи потому что здесь видите открытое пространство это урочище называется цыганский табор здесь когда-то действительно располагался цыганский табор ну совхоз колхоз где-то здесь какие-то даже должны быть строения возможно что-то осталось сейчас буду подходить посмотрим что там осталось от былых времен ссср действительно тут когда-то жили работали цыгане какое-то время потом они куда-то подевались и говорят что прихватили там коней с собой ну раз цыгане понятно дело но это было давно каких-то там 50-х 60-х годах послевоенных я заинтересовался этим местом решил пройти сюда посмотреть далековато от деревни честно сказать я уже пытался сюда дойти пару раз это было в прошлые года но вот сейчас удалось мне на электро велосипеде проехать какое-то расстояние здесь проходит отсыпанная степная полевая дорога это все при ссср делали строили не жалели денег на сельское хозяйство видите тут бетонные блоки стоят дамба а там у нас что там видимо водичка протекает это долина реки речушки баровой ее уже не осталось этой реки или речки речушки даже ручейка нет все высохло это сейчас весной даже все высохло я уж не говорю о том что летом тут будет тут видите косилий покос опять же засуха тут те кто косят траву они ищут такие более низкие места где трава получше растет вот я уже подхожу к этому так называемому цыганскому табору ну по крайней мере так на карте написано и старожилы говорят что так называлось это место урочище цыганский табор вот не один человек в комментариях написал один говорит минус у вас нет никаких холмов горок чтобы на лыжах или на санках прокатиться да как же нет а это что это что разве не холм не горочка полно здесь таких холмов и горок это и называется курганская область курганы то есть вот такие вот возвышения это в то же время не горы но холмы как же нету смотрите внимательно видео ну вот я и дошел до сюда до урочища куда планировал тут указатель воспроизводственный участок это охотничье охотхозяйство но тут ничего нету все чисто я думал может какие-то постройки какие-то руины хотя бы основания домов или что-то что-нибудь хотя бы но ничего нету здесь вот отсыпная вот эта дамба сейчас я по ней еще попробую перейти пройти вот там небольшие водоемчики посмотрим а так здесь чистое поле ничего нету причем на спутниковой карте тут какие-то еще есть постройки видны на самом деле нет ничего откуда они взялись на спутники непонятно вот все что осталось от речушки от боровой но сохранилась бетонная дамба мостик мосток здесь еще журчит кое-какая вода растаявший снег скоро и это пересохнет сейчас смотрю вот на эту дамбу на этот мосток и понял я что на спутниковых снимках вот вот это я принял за строение оказывается это просто бетонные плиты а я подумал что это крыша домика какого-то нет ветер какой-то разыгрался ну это может и к лучшему продувает ветерком хотя бы не так жарко далековато косулька от меня сначала побежала остановилась потом видно как теплые испарения от земли поднимаются теплый воздух земля хорошо прогревается а я второй день продолжаю путешествие на электровелосипеде немножко приспособился здесь к нему нашел такой интересный режим круиз-контроль то есть даже не нужно нажимать на рычажок на рукоятку акселератора рукоятка газа проще говоря целое стадо косуль сейчас пробежала вот здесь они были но наверное с десяток косуль вот минус электровелосипеда еще раз повторю то же самое потому что я просто подъезжал ехал на велосипеде смотрел естественно на дорогу потому что куда-то по сторонам тут смотреть не получается нужно смотреть рельеф тут разнообразный нужно смотреть контролировать и просто я уже увидел когда уже просто они вот убегали от меня пока достать камеру и так далее и все уже все прозевал а так когда идешь пешком в руке камера просто нажать на кнопку включить открыть кран это буквально секунды а тут нужно остановиться достать камеру из-за пазухи в общем все это усложняет съемку короче говоря я понял что когда на велосипеде путешествуешь никаких особых съемок сделать не получается да просто это велокросс вот такой велокантри вот как то так но фото видео охота тут не уместно помню в прошлом году было видео у меня ровно вот в эти дни по моему именно вот даже 4 апреля и было то видео можете открыть посмотреть ссылочку сейчас дам смотрите вверху там появится вверху экрана называлось то видео барахтуюсь в снегу апрель а тепла все нет и вот смотрите в том году было так а сейчас через год совершенно другая погода тепло чуть ли не жарко плюс 17 сейчас и до плюс 20 прогреется уже наверно прогрелась ветерок да практически нет его иногда поддувает такой юго-юго-восточный ветер но он теплый и поэтому вот такая разница огромная или тогда было был снег было прохладно а сейчас какая теплынь это очень хорошо да пчел пчелы будут развиваться так а тут что-то я вижу такое интересное то ли гнездо то ли ветви сплелись пойдемте посмотрим оба на а ведь это гнездо никакие это не ветви сплелись это самое настоящее гнездо большое я бы предположил что здесь мог бы быть орлан орлан белохвост но тут нет поблизости никакого крупного озера где ему тут охотиться где тут кормовой участок конюк такое гнездо не сможет построить большое хотя хотя кто его знает но в любом случае это гнездо сейчас возьму на заметку поставлю метку в навигаторе и приду еще проконтролирую кто здесь сейчас поставлю метку в навигаторе сфотографирую вышлю фото орнитологу профессионалу пусть посмотрит вместе с ним попробуем определить что за гнездо какой птицы ну как из вариантов еще большой подорлик они строят тоже такие крупные гнезда возможно это он все-таки для белохвоста ну мало вас тенькая как бы она побольше у них все-таки и повторюсь что нету никакого тут более-менее крупного озера есть но она вдали обычно орлан то прямо вот возле берега ну метров 500 может быть от берега не дальше но интересно интересно будет проверить чуть позже орлан он уже был бы здесь уже бы здесь скорее всего уже самка бы насиживала ну или по крайней мере где-то тут летали нет это не орлан думаю что кто-то другой большой подорлик наверняка но не утверждаю точно столько звуков в лесу слышу сороки где-то перекликиваются вороны там курлыкают овсянка где-то пропивает лес нужно слушать для этого нужно идти пешком иногда или даже частенько останавливаюсь и прислушиваюсь особая музыка в лесу звучит совершенно не понимаю тех людей которые приезжают на природу врубают на полную мощность свои динамики своих автомагнитол так и хочется подойти и сказать что послушайте ведь вот же какая музыка ветра играет но разве они поймут к тому же обычно они всегда в изрядном подпитие находятся здесь я вижу поле посевы что-то здесь садили какие-то зерновые видно что ровные рядки и здесь тоже самое пшеница наверное или овес хорошо хоть какое-то сельское хозяйство еще еще пока живет теплица а там вот еще одна косуля стоит вдалеке далеко конечно очень вот она вот она максимальный зум теплые потоки дошел до перекрестка вот дорога по которой я шел здесь еще одна поля кругом посевы там вот уже дымовушка там уже дымок вьется степные пожары и два лебедя два лебедя кликуна парочка грязные брюшко грязная а может тень отсвечивает хорошо иду не жарко не холодно самая оптимальная погода ветра практически нет просто балдежно здесь а вот и лесная скамеечка сейчас здесь буду сидеть пить чай перекусывать так ну вот здесь вот отличное место буду сидеть отдыхать отлично вот у меня термос чаек уже налит тут моя еда сейчас буду перекусывать кушать тут квадрокоптер тоже сейчас скоро буду запускать посижу полчасика часик ну и пойду до велосипеда до него километра два наверное ну что посидел здесь перекусил попил чайку запустил квадрокоптер немножко полетали посмотрели тут окрестности поля сельхоз поля которые здесь разрабатываются возделываются и его еще только-только подготавливается к цветению вот видим почки еще только-только набухают но скоро уже через несколько дней уже дней через пять уже зацветет будет пчелам что пособирать пыльца им сейчас нужна пыльца белковая подкормка для личинок многие пчеловоды подкармливают весной дают различные белковые корма соевую муку обычную муку сухое молоко дрожжи красный перец даже но я почему-то не сторонник вот таких подкормок не знаю почему что-то мне кажется это каким-то неестественным другое дело если пергу давать размалывать ее на кофемолке сушить размалывать и давать такой порошок из перги вот это наверно хорошо бы но перги ее мало пока у меня в ульях сам ее потребляю ну и продаю каким-то покупателям иногда спрашивают покупают пергу перга это одно из самых дорогих в ульях ну правильно раз ее пчелы заготавливают лишь для того чтобы кормить своих детей сами они ее не кушают так ну и вот мой железный конь здесь меня поджидает сейчас ехал на велосипеде и смотрите что обнаружил гнездо совы похоже опять бородатая неясыть сидит насиживает яйца уже кладка у них рано в этом году рано ну что ж здорово значит приду сюда еще раз сейчас поставлю метку в навигаторе буду знать про это гнездо конечно уже буду более осторожен потому что в прошлом году вы помните меня она но не это именно сова но такая же бородатая неясыть меня хорошенечко стукнула аж до крови было дело ну классно я очень рад очень доволен еще раз посмотрим очень удобно здесь дорога рядом тут дорога проходит такая полузаброшенная и вот я ехал на велике и все-таки каким-то случайным образом заметил это гнездо ну что ж я несказанно рад место хорошее тут можно подъезжать подъезжать на велосипеде в том-то году было гнездо там нужно было идти пешком а здесь гораздо проще все так что буду наблюдать за этой собой очень интересно мне жизнь бородатой неясыти хочется изучить когда появляются птенцы через сколько они вылетают из гнезда вот наблюдение можно делать все здесь видимо это старое конючинное гнездо обычно она сама не строит гнезда занимает чужие ну что ж классно вообще здорово третий день уже катаюсь на электровелосипеде и вот был вознагражден вот такой вот удивительной находкой гнездо бородатой неясыти но не каждый день они находятся не каждый и даже профессиональные маститые орнитологи и то находят эти гнезда достаточно редко хотя эти совы обычные их много но вот гнездо не так то просто найти а вернее даже его можно найти только случайно ну что ж поеду дальше может быть там еще какие то удивительные находки меня ждут ну что ж после такой интересной находки как сова как бородатая неясыть проснулся зверский аппетит сейчас буду обедать чаек тут легкий перекусон велик стоит здесь отдыхает железный конь на третий день немножко я уже попривык к нему фито чай ваше здоровье господа вижу что уже пчелы собирают первую пыльцу в этом году пыльца ивы зацвела вот они пчелки на третий день прохват вскрыл с